здравствуйте уважаемые подписчики и зрители нашего канала хороший урожай клубники летом зависит как минимум на 40 процентов от качественно подготовленных кустиков с осени те садоводы которые знают об этом правиле и уделяют при зимней подготовке клубники время всегда получают крупную ягоду без болезней вредителей информация которую я вам сегодня преподнесу буквально разжевана до мелочей а сам процесс по уходу не займет много времени в октябре самое время начинать подготавливать кустики к зиме сразу скажу чего нельзя делать в это время нельзя обрезать кустики нельзя подкармливать азотом и настоями навозов нельзя переставать поливать если осень сухая и нельзя накрывать плотной пленкой если стоит еще теплая погода а теперь давайте разберемся что же можно и нужно делать в октябре с клубникой конечно же это подкормка последняя в этом году даже если вы уже подкармливали кустики в сентябре сделайте это еще раз в октябре хуже не будет я смешиваю килограммовую пачку калимагнезии с таким же объемом суперфосфата и туда же добавляю килограмм жмыха горчичного а также табачную пыль затем я раскидываю получившуюся смесь на глаз под кустики и учтите что это все должно смешиваться только в сухом виде таким образом мы даем хороший калий с фосфором и распугиваем всех вредителей которые собирались зимовать на грядке и не поленитесь замульчируйте кустики клубники торфом перегноем или компостом и это и питание и одновременно защитная подушка от сильных морозов также осенью допускается мульчирование опилками или сеном если месяц выдался сухим то полив обязателен кстати очень важный момент если октябрь теплый то обязательно пролейте клубнику препаратом байкал m1 там много не потребуется всего один колпачок на 10 литров воды проливаем грядочку по листве такую же процедуру сделайте в апреле клубника это просто обожает не знаю что именно там делают полезные бактерии этого препарата с клубникой но результат шикарные ягоды становится больше и конечно же сделайте последнюю важную обработку от болезней вредителей многие садоводы просто не понимают что если куст болеет то и урожай он доскудный даже если в период плодоношения болезни проявляет себя зато осенью сразу видны все болячки этим то и нужно пользоваться от мучнистой росы серый гниль и антракноза и вертициллиоза я рекомендую железный купорос 100 граммов на 10 литров воды от буры и белой пятнистости которые очень заметно проявляются именно осенью обработайте препаратом топсин м по инструкции очень хорошо помогает следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях а также не забудьте заглянуть в описании под видео там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет магазины всего вам доброго